Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на новом уроке нашей виртуальной школы Таро для начинающих. Как вы помните, мы уже изучили Великие Арканы, и сегодня мы переходим к Малым Арканам. Начнем изучение Малых Арканов мы с карт Двора. Если помнить, в самом первом занятии, возможно, во втором, я вам рассказывала, что карты Двора – это наши маски, маски, которые мы одеваем. Также карты Двора символизируют абсолютно конкретных людей. Кроме того, они могут обозначать и разные события. И начнем мы с масти Пентакли. Масть Пентакли соответствует Земле. Земля – это, наверное, самая медленная стихия, которая обозначает наш контакт с этим материальным миром, с его финансами, недвижимостью, материальными благами, с приобретением материальных благ, приобретением недвижимости, зарабатыванием денег. Люди, которые представляют стихию Земля или масть Пентакли, как правило, это шатенны с карими глазами. Часто у них смуглая кожа. Вы можете и по-другому определять людей, которые относятся к масть Пентакли. Это все люди, которые родились, у которых знак Зодиака соответствует стихии Земля. Это у нас дельцы, девы и кассироги. Итак, начнем с Пажа. Сразу хочу вам сказать, что Паж в любой масти – это всегда либо ребенок, либо молодой человек до 25 лет. То есть это еще не зрелая личность. Итак, Паж Пентакли – это ребенок или молодой человек, основательный по характеру, склонный к учебе, сильный, как правило, в математических науках. Он неспешный, ответственный и по-хорошему расчетливый. Весть, которую представляет Паж Пентакли, связана, конечно же, с финансами. И эта весть будет приятной и благоприятной. Возможно, вы получите какую-то прибыль, возможно, кто-то вам отдаст долг. Но в любом случае, это будет приятная для вас финансовая весть. Перевернутый Паж Пентакли – это... Это, как правило, жадный, незрелый человек. Это может быть не только ребенок. Это может быть и мужчина, и женщина в возрасте 30-40 лет. Но просто это будет инфантильная незрелая личность. Незрелость в масти земля проявляется в жадности, в скаливности, в инертности и в страхе перед переменами. И, естественно, что весть, которая соответствует перевернутому Пажу Пентакли, она тоже связана с финансами, только она неприятна. Возможно, связана с потерями, с выплатами, с изысканиями по кредитам и так далее и тому подобное. Рыцарь Пентакли – это... Рыцарь Пентакли. Некоторые так до старости и задерживаются на стадии рыцаря. Итак, что же отличает рыцаря Пентакли? Это все та же неспешность, умение вести дела, умение делать деньги, умение считать свои деньги и правильно, хорошо их вкладывать. Так как рыцарь – это действие, поэтому здесь будет действие, направленное на получение прибыли, развитие бизнеса, приобретение недвижимости, либо там какого-то земляного участка. Перевернутый рыцарь Пентакли – это тот же молодой человек, в том же возрасте, но теперь его качества усугубляются, искажаются, качества земли. Возможно, он становится очень инертным, категорически против перемен, держится за свои деньги, невероятно жадный. И все его действия направлены на то, чтобы делать деньги ради денег. Вы не дождетесь от него ни сострадания, ни сочувствия, ни милосердия. И действие, которое будет связано с перевернутым рыцарем Пентакли, скорее всего, это будет какое-то мошенничество в сфере финансов, либо недвижимости. Будьте осторожны. Королева Пентакли. Королева Пентакли – это зрелая женщина. Что имеется в виду зрелая? Это женщина, которая уже несет ответственность за свою жизнь. Поэтому это может быть женщина в 23 года, и это может быть женщина в 50 лет. Королева Пентакли – она хозяйка земного рая. Она все созидает вокруг себя. Она созидает свой дом. Если она занимается бизнесом, она его созидает и развивает. Все вокруг нее цветет и приумножается. А вот перевернутая королева Пентакли – скорее всего, очень ленивая женщина. Да, перевернутой мастер Пентакли часто сопутствует очень большая лень. Ленивая, скупая, жадная. Очень часто она не хочет ничего делать. И единственное, что ее интересует – это накопление каких-то материальных благ ради самих эдитологов. И король Пентакли – это зрелый мужчина. Возможно, это будет мужчина в возрасте 35 лет и выше, 40 лет и выше. Но в любом случае это зрелая личность. Иногда зрелым мужчина уже становится в 30 лет. Иногда, как я уже говорила, такой зрелости он не достигает никогда. Итак, король Пентакли – это банкир, финансист. Хозяин крупной компании, которая связана с сельским хозяйством. Это человек, который умеет брать ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь других людей, возможно, большого коллектива. Для короля Пентакли очень важны его семья, его деньги, его бизнес и его недвижимость. Это его главные ценности, которые он будет защищать, развивать и приумножать. Перевернутый король Пентакли – это человек, мужчина, который не хочет брать ответственность на себя за свою семью, за свои финансы. Очень возможно, что его финансы в плачевном положении из-за чрезмерной линии, из-за того, что он транжирит деньги. Скорее всего, у него будут не удаваться какие-то сделки, либо же спекуляции на рынке недвижимости, на финансовых рынках. Очень возможно, что это будет происходить из-за линии, из-за излишней осторожности и нежелания меняться. На следующем нашем уроке мы познакомимся со следующей мастью, а их, насколько вы помните, всего есть четыре. Итак, следующая масть, с которой мы будем знакомиться, это масть кубков или чаш. А я благодарю вас за внимание, за то, что вы остаетесь с нами и до новых встреч!